Дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, здравствуйте! Мы продолжаем наши передачи и в эфире радиоблог с Игорем Цесарским. Ну а своего гостя Игорь, как обычно, представит сам. Игорь, я приветствую вас. — Добрый день, Дима. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рад представить вам человека, который уже неоднократно бывал в нашем эфире. Ну, у кого память хорошая, тот вспомнит. А кто не вспомнит, тот сейчас познакомится. В общем, у нас на связи Санкт-Петербург. Это который в России, не который в Америке. Вот. И я рад представить нашего давнего и хорошего автора, друга, писателя, публициста, общественного деятеля Виталия Щегельского. Виталий, добрый вечер. — Добрый день. Здравствуйте. — Да. Ну, вот так мы... Мы всегда вот так несинкронно шагаем. Ну, так уж получается. Где-то вечер, где-то день. Вот. Но, в отличие, если, Виталий, помните, наши эфиры, которые были несколько лет назад, мы начинали чуть позже. И вы с нами отважно шли в ночное такое путешествие, где-то уже после полуночи. Так что теперь более комфортно. Который у вас сейчас? — У нас 22 часа, 10 часов вечера. — 22 часа. Так что это еще ничего. Это еще время ранее, так что мы сумеем поговорить. Ну, учитывая, собственно говоря, те события, происходящие в России, и сейчас, именно, коль уж мы дозвонились до Санкт-Петербурга, то мы поговорим сегодня о том, что происходит в вашей стране. Тем более, что, честно признаюсь, лично мои знания весьма, я так думаю, поверхностны, потому что мы находимся далеко. Видим что-то, читаем что-то, с кем-то говорим, но это все равно взгляд сторонний, а взгляд изнутри всегда более, скажем так, ясный, более глубокий и с большим пониманием. Поэтому я хотел несколько вопросов сегодня с вами обсудить, и, может быть, даже в первой части программы и по ним пройдемся, а потом уже будем, как всегда, общаться с нашими радиослушателями. Итак, начнем с того, что прошли выборы. Президентские выборы. Ничего неожиданного там не случилось. Никаких там камнепадов там или еще чего-то. То есть все, как было запланировано, известно где, известно кем. Так все оно случилось, все благополучно для кого-то, для кого-то печально, огорчительно. Ну вот прошли эти выборы. Недавно, как мы знаем из прессы, объявили состав правительства. Вот у меня такой, может, неожиданный вопрос. Вот были бы директором вы. Кого бы вы хотели видеть в этом правительстве? А может быть, вот это правительство то самое, которое вы хотели бы видеть? Нет, конечно, нет. На самом деле здесь все люди, которые уже известны давно, известны, как правило, с такой не очень хорошей стороны. Начиная с того, что есть такой Виталий Леонидович Мутко, который начинал в Петербурге, как многие другие, и прославился, в общем, провальной политикой в спорте, как вы многие знаете, этим скандалом, антидопинговом на предыдущей Олимпиаде. Тем не менее, как кажется, он идет в гору. Он теперь у нас отвечает за строительство. Ну, у нас строит он у вас теперь. Не покупайте недвижимость в России, особенно после того, как за ввод зданий в эксплуатацию будет отвечать Мутко. Ну, собственно, не знаю. На самом деле, к сожалению, правительство, равно как и президент, оно большинства заслуживает. Потому что если бы общественное мнение было иным, если бы оно не было на стороне существующей власти, то, конечно, такого беспредела мы бы не видели. Дело в том, что пока, к сожалению, народ, к сожалению, его вот именно подавляющую часть, они разделяют, собственно, план власти. Да, план этот нацелен на то, чтобы не было вдруг хуже, чем вчера. О том, что... А на самом деле получается у нас вот это ожидание, оно непростительно, как минимум, потому что время идет, страны развитые, да, они отрываются от нас дальше и дальше. Мы становимся все более дикими, наши союзники, да, вот, которые у нас остались, Северная Корея, Иран. В общем-то, это в каком-то смысле наше отражение. И очень неприятно чувствовать себя в этой компании. Вот. Наверное, все. Не знаю, сколько это все продлится. В обозримом будущем надо готовиться к такому проседанию, к прозябаемому, про... Ну, понятно. Ну, вот иногда... Прозябанию, к сожалению, так. Виталий, иногда есть такие суждения, что не все так плохо, как рисуется, что вот все-таки страна очень изменилась по сравнению с теми самыми бандитскими 90-ми, она совсем другая. И что там такие серьезные профессиональные люди сидят в том же правительстве, и молодые, главное, тоже есть. И вот... То есть, ну, особенно официальные телеканалы там, я понимаю, создают определенную картинку, да, всего этого. Но вот насколько это вообще хотя бы в приближении, так ли оно? Или это действительно беспросвет такой, что в ту систему ни один нормальный человек просто вписаться не может по определению? К сожалению, вот, социальные лифты сейчас работают только у двух категорий граждан, которые вот на самом деле в любом втором обществе, они считаются социальными, то есть социопатами. Это люди, которые готовы идти добровольцами, наемниками точнее, и осуществлять там акты агрессии в Украине или в Сирии, вот для них сейчас, пожалуй, благоприятное время, неспокойно могут через военкомат тоже записаться в ЧВД. Реализовать себя, да, так сказать? Реализовать себя, да. Потом вторым, вот тоже союзником с нынешней властью, являются, по сути, продолжатели вот этих реакционных черносотенных идей, и еще дальше, если в глупе истории смотреть, идеи там Богдана Хмельницкого, потенциальные погромщики, это казаки. Вот если мы посмотрим на события 5 мая, когда студенты вышли на протест, связанный с результатами выборов, это же была жуть. То есть вспоминаются 100-летние давности какие-то вещи. Единственное, что эти люди были без лошадей, но вся атрибутика у них, это дикая, она осталась. Хочется спросить, почему вот крестьянин, да, не может позволить себе пройтись там по Москве с косой и топором, или вот кто там, рабочий да с кувалдой, это власть создает ситуацию, когда все готово для бойни, для какой-то. То есть вот вторая группа, да, люди с девиантным поведением, с какой-то психикой, не совсем здоровой, они, в общем-то, позиционируются еще как защитники отечества. Что такое за отечество, у нас возникает вопрос. В общем, да. Ну, наверное, самая большая группа, это просто инертная масса людей, которая, в общем-то, не принадлежит ни к первой, как вы говорили, ни ко второй группе, а просто люди, которые выживают в данных конкретных условиях, как могут, ну и, естественно, находятся в стороне от вот этих политических и иных баталий. Да, разумеется, но эта самая масса, она, конечно, в свою очередь, она и формирует общественное мнение, благодаря которому одна власть может удерживаться, а, значит, другая группа, если, значит, общественное мнение перемещается на сторону того, что, например, называется оппозиция тех людей, которые называют себя оппозицией, то в этом случае у оппозиции появляется и только в этом случае шанс, собственно, осуществить свою власть, реализовать свои возможности. Но сейчас, как я уже говорил, что массой все-таки движет идея необходимости а сильного лидера, который будет способствовать возрождению былого величия, это первое, да, что меняет. А второй момент, это, конечно, ощущение общего врага, вот, которым представляется сейчас весь окружающий мир и, в первую очередь, Америка и не в последнюю очередь, дорогие русскоязычные друзья. Мы тоже, к сожалению, перешли в стан врагов теперь. Ну, понятно, Виталий. А вот скажите, вот это ощущение, что встали с колен, оно как-то наблюдается? Видно, да, что встали? С колен? Или как? Или есть ощущение, что все еще вот поднимаются? А здесь и такая амбивалентность существует. С одной стороны, люди недовольны, ведь ухудшение жизни, да, оно на самом деле видно. То есть за прошедший год, и если вот та инфляция, которую мы назовем бытовой, она, наверное, процентов 50 составила. В магазинах это чувствуется, по кошельку это чувствуется. Если человек не ворует, то он, в общем-то, не может быть доволен. Значит, довольных большинство. Недовольных, прошу прощения. Вот. Но с другой стороны, в этом страшно признаться, и неудобно признаться, и неприлично пока. Пока есть еще надежда на какое-то чудо, связанное, что мы можем переломить вот этот санкции, да, мы можем доказать, мы заставим сейчас Запад отменить санкции. С помощью чего это непонятно, инструментов у нас таких нет, но, тем не менее, ощущение такое и есть. Собственно, в некотором смысле поведение похоже наше на, например, синдром, стокгольмским синдромом знаменитый. Где-то мы вот понимаем что-то, но вот ассоциируемся больше с нашим террористом, который нас захватил в плен. Ясно. Ну вот мне бы хотелось вернуться к упомянутому уже выступлению, которое организовал акции, да, скажем так, Навальный. Там шло это под лозунгом «Он нам не царь». И вот что интересно по наблюдению каким-то откликом в прессе, в том числе в социальных сетях, ну, сошлюсь, например, на мнение Константина Борового и так далее. То есть, как я понял, большинство людей, которые видны, как люди оппозиции по тем или иным причинам были против проведения акции. И вообще они достаточно прохладно, если не сказать больше, относятся к Навальному как к личности, ну и к его каким-то действиям, идеям. Вот мне бы у вас хотелось узнать, как вы, что вы думаете по поводу той акции, насколько она вообще была, на ваш взгляд, ну, я не знаю, правомерной, неправомерной, ну, насколько нужной. И, ну, скажем так, ваше отношение к Навальному как к человеку, который позиционирует себя как лидер нынешней оппозиции. Ну, вообще говоря, прежде всего, хочу сказать, что случилось то, что вообще должно было случиться на данном этапе нашего развития. То есть вот та молодежь, которая все-таки ценности демократические разделяет, и хочет, чтобы они, собственно, и в России каким-то образом проявились, она достаточно настроена, не сказать, что радикально, но ее протест достаточно силен, протестный градус. Но и состояние оппозиции таково, что кроме Навального нет человека, который мог бы этот протест каким-то образом реализовать. Потому что старые лидеры, в кавычках старые, они не физически старые, но, к сожалению, мы наблюдаем смену эпох, смену поколений. Они потеряли тот авторитет, который был у них, допустим, в 2011-2012 году. Ну, плюс вот эти годы пиковые, когда была активность Россия очень сильна. Почему потеряли? Части известных таких личностей, как, например, Гарри Каспарова пришлось уехать. Ходорковский тоже находится в изгнании. То есть эти люди обладают и сильным интеллектуальным потенциалом, и в высшей степени порядочным, но силы удаленности, во-первых, и во-вторых, в общем, все-таки силы немножечко уже другого языка. Они не могут быть поняты современной молодежью. А Навальный эти настроения эксплуатирует очень хорошо. Конечно, да, у, собственно, многих специалистов есть претензии по тому, как вот этот процесс, вообще говоря, осуществлялся. Ведь мы, если мы будем считать себя зрителями, мы видим его, вот верхушку этого айсберга. По сути, только начало, начало, собственно говоря, проблемы. То есть люди собрались, в Петербурге тоже собирались, достаточно много было людей, по Невскому удалось пройти. В результате под конец было жесткое очень задержание, порядка 600 человек задержали. По опыту знаю, что 600 человек это максимально возможное число задерживаемых в Петербурге на сегодняшний момент, вероятно, потому что каталажки рассчитаны на, там, условно говоря, 600 мест. То есть заказ на власти вступил. Они не могут больше собрать. Но что происходило? Во-первых, уже тактика полиции, она понятна. Начинают хватать под конец акции, когда ослабевает концентрация людей и количество их. И начинают хватать всех подряд. При том, что вот люди, которые занимаются сейчас группой помощи задержанных, ГПЗ, они ведут статистику, и получается, что приблизительно на три группы делятся задержанные. Это активисты, это не треть, это группа, она где-то, может, процентов 10-15 занимает. Потом люди, которые действительно были на акции, но они были, может быть, первый, второй раз, то есть у них никакого опыта нет. Соответственно, все для них, то, что происходит после акции, является серьезным шоком. Вот те, кого задержали, их, наверное, процентов 60. И еще 30 процентов, 50-60 процентов, и 30-20 процентов вообще случайных людей, которых опознают по, скажем так, нестандартному внешнему виду. Если он не похож на казака, например, или если у него какие-то еще, не дай бог, дреды какие-нибудь, или майка оранжевого цвета, значит, его точно надо прихватить. Так вот, какие претензии еще к господину Навальному? То, что вот за то, что происходит после этих акций, он отказывается нести ответственность. Да, он пишет периодически, обращайтесь, у нас тут помощь будет, но, как правило, ее не хватает. А то, что люди потом получают и административные сроки, и штрафы, и потом ограничения, поражения в правах, и если они студенты, у них, как правило, наблюдаются еще проблемы с теми учебными заведениями, которыми они учатся, это остается за кадром. И самое в этом деле плохое, что люди, как правило, попадают в неприятности неподготовленные. И при, допустим, должной хотя бы инструктаже до акции можно было бы минимизировать риск и задержание, минимизировать впоследствии штраф и срок, собственно, заключения. то, что этой помощи не оказывается, и о том, что такой инструктаж не проводится, говорит о том, что акции эти плохо подготовленные, а значит, нельзя проводить их на том уровне, на котором сейчас они проводятся. Потому что вреда от них больше, да. Вопрос сразу же. А стоит ли тогда игра свеч? Потому что, как мы видели по кадрам, выходят, ну, собственно, дети 13-14 лет, которые, в общем-то, выходят туда, но не понимая, по большому счету, зачем. Это еще не сформировавшиеся люди, и которые, собственно говоря, суть их каких-то претензий, ну, еще всерьез рассматривать тяжело, да. Одно дело, вышли взрослые подготовленные люди и понимающие, против чего они выходят, допустим, да, с чем они идут. Причем, как вы правильно говорите, абсолютно, они должны быть готовы к каким-то вот моментам, связанным с последующим, не с тем, чтобы пройти это какое-то расстояние, а с тем, что может случиться дальше и как потом, потому что отсюда наблюдается такое, что вообще выцепляют там несколько человек, которых уже потом прессуют по полной, то есть уже со сроками и так далее, а вот какое-то количество, они просто, ну, мы знаем эти профилактические дела, то есть они еще с советских времен, наверное, немногим поменялись, то есть когда тебе там объясняют, как надо родину любить и все остальное, так, очень конкретно, чтобы второй раз тебе туда не захотелось идти, вот, так оправдано ли, условно говоря, вовлечение вот такого рода категории граждан, в данном случае детей? Нет, конечно, не оправдано, при том, что совершенно правы, некоторые суды идут и сейчас, будут еще, видимо, до конца мая продолжаться, потому что общественники пытаются отстоять, отбить каждого задержанного, по которому сейчас рассматриваются административные дела, да, и некоторые дела переходят в уголовные, причем чаще всего в результате того, что на юридическом языке называется самооговором, то есть очень четко работают вот эти следователи и судьи и задачи перед ними по максимуму наказать, по максимуму, чтобы было неповадно, хотя... Это выбирается кто-то из активистов, конечно же, на примере которых надо остальным показать, да? Я бы даже не сказал, что активистов наоборот ищутся слабые звенья, выбираются слабые, неподготовленные люди, на которых, на которых можно давить. повесить, условно говоря, как когда-то вешали там чикатиловские убийства на кого-то, да? Ну, то есть, и даже расстреливать. Но есть в этом вопросе и вторая сторона. То, что выходят сейчас все-таки люди, зачастую несовершеннолетние, здесь ответственность лежит и на родителях, и на гражданах. Не в том смысле, конечно, чтобы они не дали пойти, а в том, чтобы они вместо них вышли, потому что если не заниматься все-таки общественной жизнью, человек, что он и социальное существо, если он занимается только собой, значит, он скачет на одной ноге, чтобы ему, в общем-то, нормально передвигаться, он должен, вторая нога у него должна, в общем-то, находиться на общественной поляне. А здесь немножечко в этом смысле, ну, как немножечко, а существенно в этом смысле Россия и ее граждане отстают от цивилизованного мира. Да, ну, наверное, все, что связано и с отставанием, ну, и для кого-то, может, с опережением, потому что русский мир, мы, может, к этому еще вернемся во второй части передачи, так называемый, он так с опережением шагает через Russia Today, через другие каналы, особенно мы это наблюдали в знаменательный день, который происходит в каких-то странах 8 мая, в каких-то 9, то есть известный день победы во второй мировой войне, вот, и то, что происходит не только в России, но и вот сейчас за рубежом, оно вызывает какие-то вопросы, ну, мы о них поговорим во второй части передачи, а сейчас мы послушаем рекламу, просим оставаться с нами, готовьте вопросы, если они у вас есть, мы с удовольствием ответим. Дорогие друзья, давайте продолжим передачу о радиоблоге с Игорем Цесарским, и чем, прежде чем ее продолжить, я хочу зачитать вам небольшое объявление, это объявление от медиагруппы Континент, спонсора программы радиоблог, внимание владельцев малых бизнесов, врачей, адвокатов, страховых агентов, брокеров, риэлторов, механиков, рестораторов и других заинтересованных в качественной недорогой рекламе профессионалов. Не упустите возможность разместить рекламу на медийных площадках Континента, в печатном издании, газете «Обзор», на трех интернет-сайтах, в 120 группах, в социальных сетях, в регулярных имейл-рассылках и в радиоблоге. Стоимость пакета от 49 долларов в месяц. Подробности по телефону 888-222-1269, 888-222-1269. Предложение действительно до 1 июня. Ну что же, дорогие друзья мои, я подключаю снова Игоря и его гостя. Игорь, я вновь вас приветствую. И я напоминаю, дорогие друзья мои, что в этом сегменте передачи мы принимаем ваши телефонные звонки, и гость и Игорь на них отвечают. Телефон прямого эфира 847-400-5200-400-5200. Игорь? Да, Дима, спасибо. Значит, продолжим. Напомню, что у нас в гостях из Санкт-Петербурга Виталий Щегельский, писатель, публицист, общественный деятель. Ну, перед тем, как уйти на перерыв, мы затронули немножко тему русского мира. Ну так, вскользь пока. Вот сейчас мы, может быть, о ней чуть-чуть расскажем, потому что пропаганда, которая происходит внутри страны, да, это известное дело. Для этого в России самые такие отборные, самые массовые средства массовой информации заточены капитальным образом уже не первый год. Своего, конечно, добиваются, нет вопросов. ни к руководителям этих телеканалов, особенно ни к ведущим. То есть, уже давно нет вопросов. Но тут что получается, что это каким-то образом еще перетекает и в Европу, и даже вплавь идет через океан, и сигналы ловятся, и у нас происходят какие-то вещи, иногда действительно странные. Почему? Потому что никто не против каких-то нормальных каких-то культурных обменов и так далее, и так далее. Но когда в тот же знаменательный день Победы выходят люди с портретами, тоже вопрос, своих ли родственников, или вот как иногда изготавливают, да, для того, чтобы кто-то их нес, и надевают те самые ленточки, которые называются георгиевскими, да, но в народе больше колорадскими их называют так, и в общем вот с этим всем ужасом они вышагивают по улицам Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, других больших городов, я говорю про Америку, я не беру сейчас европейские страны и другие, то тут вот тот самый возникает диссонанс, то есть ну что-то вот в этом всем неестественное, вот что вы думаете стоит за вот этой идеей движения вот этого опять же так называемого русского мира за рубеж? Не знаю, вот с одной стороны вот если мы поговорим в таких категориях человеческих, наверное, здесь идет недостаток самоуважения. не у всех, естественно, а наиболее активных таких пропагандистов, адептов русского мира, поскольку когда у человека не хватает самоуважения, он ищет признание извне. Если он не может за счет получить это признание за счет собственных каких-то качеств, он заимствует эти качества, в том числе в своей истории. победа в Великой Войне, она и во Второй мировой войне, в которой Россия сыграла огромную роль, она, безусловно, конечно, она является таким вот подпитывающим элементом, очень серьезным. Другое дело, для чего эту энергию использовать. К сожалению, кажется, что российская пропаганда, она использует эту энергию и в правильном русле. Вместо того, чтобы сделать образ сильного, доброго человека, он получается мелочный и злой, к сожалению. Пусть одетый в военную форму, украшенный георгиевскими лентами. И это, в конце концов, не прибавляет уважения окружающих. По этой причине, собственно, такое поведение, такая пропаганда укладывается в общую тактику, которую вы четко назвали русским миром, который пытается распространиться на не только сопредельные территории, он пытается мировое признание получить, но он не может получить, потому что слишком для этого агрессивный и деструктивный. Два элемента, которые для развития, они являются антагонистами развития. Собственно, Запад, Америка уже на эту удочку не попадутся. Второй и третий раз не удастся провести точно такими же средствами. За счет таких же шуток уже никто будет смеяться. Все-таки внутреннего больше делается. Я понимаю, что во внешнем мире тоже достаточно людей живет, на них можно оказывать то или иное влияние, но может это для внутреннего, потому что как приятно кому-то почитать, когда некий такого вида байкер странного со своей кодлой садится на мотоциклы и везде написано на Берлин, можем повторить и так далее. А некий хор, который на разные голоса распевает где-то там в Берлине вдруг неожиданно песни те самые, которые наверное вряд ли радуют даже тех русскоязычных немцев, которые уже сейчас живут в Германии. А потом приезжают в Америку, мы о них говорили, это я про хор турецкого, и опять же все тоже повторяется, и тут же начинаются возражения, что вы имеете против той самой военной песни, лирики и так далее. То есть вот у людей настолько сдвинуто восприятие нормального, ненормального, то есть часто вспоминается в связи с этим великое произведение Оруэлла, потому что все возражения, они укладываются чисто в его, то есть там можно ответы на них найти легко. Да, конечно, все-таки основной объект воздействия это россиянин, потому что именно он и эту власть легитимирует благодаря ему, этому россиянину, устроенному таким образом, агрессивному и боящемуся всего иностранного, да, данный режим, он и существует, разумеется, вы совершенно правы, но мне кажется, что все равно, рано или поздно это должно закончиться. Да, ну у нас есть звонок, мы попробуем послушать нашего радиослушателя или радиослушанницу, да, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте, меня зовут Петр, ну что я могу сказать, надо ходить даже далеко, за форум Турецкого или за чем-то еще, 12.40, наш комментатор Сергей Штаков, послушайте его, тот же самый Киселев, тот же самый Соловьев, знаете, вот и вам почта для тех людей, для тех передач, для тех концертов или выступающих, которые рассказывают то, что происходит, вот, послушайте его, абсолютно, первый канал, сутроемое переведение, вот, все, российская самая лучшая, Путин самая лучшая, все, что не делается, и человек, который американец, и все, поэтому он несет, он имеет свою аудиторию, и, почему же так это все просветает, а вы посмотрите, извините, у вас есть вопрос к нашему гостю, потому что он вряд ли знает, о ком идет, ну, я понимаю, да, но просто, знаете, я когда посмотрел то, что происходит в, 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 наш, наш, так называют, бессмертный полк, красными знаменами, знаменами Ленина, вот, и больше, наверное, абсолютно люди идут, и те самые, песни ленинские, ну, а теперь тут идет, наверное, в большей степени даже то, что происходит в Америке, при том, что при аэролизме, даже такое, наверное, в России, это больше такого нигде нету, Абсолютно, но это даже еще позже, чем Россия. Вот так. Ну, спасибо вам за ваш звонок, но, Виталий, видите, то есть, есть не случайные вещи. Добрый, что мало, что могу добавить. Сейчас послушаем, может, будут еще у нас вопросы. Добрый день, представьте, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Виктор, ну, кто меня давно знает, Виталием когда-то называли, в детстве. Дело в том, что я лично спокойно к этому отношусь. Мексиканцы ходят на Чинка-де-Майя, там, ирландцы полупьяные, тоже там какой-то у них праздник есть. Пусть ходят, что здесь такого? Евреи, которые до революции, после революции приезжали, тоже здесь на иврите, на иди, газеты печатали, театры организовали, где все это сейчас? Кто сейчас, кто сейчас вышагивает по поводу Бородинского сражения? Ну, ну, пойдет это все, что на этом заостряться, что, хрен с ними там, главное же не это, главное, что у них там постоянно трагедия, и при царе, и при этих, и при тех. Они этого не понимают, они, ну, 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 бог с ними. Понятно, спасибо, ваше мнение понятно, спасибо вам, но, Виталий, вот такие суждения, то есть, как бы, бог с ними, говорит радиослушатели, скажем так, но, но есть, но с другой стороны, если были бы все-таки театры и газеты на русском языке с нормальной тенатикой, было бы прекрасно, это было бы совсем иначе все. Нет, дело в том, что я как раз вот читал про человека, который вот этот Бессмертный полк придумали, так это была очень хорошая и красивая инициатива, ну, когда ее известно, в какое русло перевели, вот тут уже были большие сомнения, но тем более, когда где-то на картинке в интернете видишь господина Никонова, который с портретом своего дедушки Молотова, то есть, ну, и там же Берия где-то рядом, это, конечно, вызывает очень такие чувства неоднозначные. Ну, у нас есть еще звонки, добрый день, слушаем вас в эфире. Да, добрый день, у меня вот такой вопрос, вот как ни крути, а Путина все-таки поддерживает приличная часть российского населения. Вот скажите, как вы думаете, это потому, что они встали с колен, или это потому, что жить стало лучше и веселее, или все вместе? Спасибо за вопрос, Виталий. Мы говорили об этом, но повторим. Сейчас огромные ресурсы расходуются на поддержание вот этой иллюзии о том, что Путин сильный лидер, он действительно пытается, и не просто пытается, а успешно, он восстанавливает Россию в рамках империи, возвращая ей былое могущество. Но на самом деле за всем этим стоит самый примитивный факт, что Россия де-факто сейчас все равно является страной-производителем, торгующей сырьем. Так как в древние времена были доисторические люди, которые занимались собственно собирательством и охотой было у них главное и единственное занятие. Россия сейчас занимается собирательством. Вот выкопали алмаз, поменяли его на Мерседес, кусок алюминиевой руды нашли, поменяли на айфон. Ну с нефть, газ надо нефть куда-то налить, а газ надо как-то еще сообщить, но даже в этих уже в каждой последующей операции задействованы либо иностранная фирма, либо иностранная технология, либо иностранное оборудование. Все, поэтому кроме иллюзии о величии, о могуществе, о силе ничего нет. И поддержка Путина будет только до той минуты, до которой люди будут верить в этот информационный пузырь. То есть фактор Сколкова еще не сильно сказывается. Но у нас есть еще звонок, мы примем и продолжим. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня Григорий зовут. Очень приятно. Говорите. Я к вашему гостю вопрос. Как он считает, Россия идет по пути ретро-Путиню, самодержавие, диктатура, как вы считаете, диктатура вообще-то Путина, могу так назвать, она оправдает себя в какой-то мере или все-таки Россия будет привержена демократическим принципам власти и народной власти. Как вы считаете? Спасибо, Григорий. Слушаем, Григорий. Спасибо, Григорий. Диктатура уже есть в России. Это говорит о том, что нет института выборов, суд подчинен исполнительной власти, законодательная власть подчинена исполнительной власти, исполнительная власть это по сути один человек и близкие его друзья. Это и называется диктатурой. Что касается возможностей какой-то, теоретически Россия находится в том же состоянии, как Америка в 32-м году, когда, ну, по сути, если я не ошибаюсь, тогда же страной Америкой, да, руководила небольшая группа людей, которые, в общем-то, были с криминальным прошлым. И на улице была Великая Депрессия, люди стояли в очередях за бесплатным супом, шли голодные марши, но в них тоже не так много участия принимало людей, как хотелось бы, и примерно сопоставимо с тем, что сейчас на протестах происходит в России. Собственно, то есть, активность людей была еще невысокой. Тем не менее, Рузвельт собрал тех, кого сейчас называют олигархами, и в результате совместной беседы они решили тряхнуть кошельками, да, и вложиться в общественные работы. И благодаря этим работам Америка вышла из кризиса, собственно, появились рабочие места, появился спрос, и все, заработала машина. Путин на это не способен. Если бы он был, скажем так, диктатрумный, он бы мог нечто подобное провернуть. Если бы хотел. Но, похоже, он не может и не хочет. Значит, единственная возможность для России это остается только Россия без Путина. В идеале демократическая Россия, да. Олигархи умеют брать, отдавать с трудом, но у нас есть, по-моему, еще звонок, и мы послушаем вас. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Исаак. Что я хотел сказать по поводу того, что происходит в Америке, вот эти демонстрации с гвардейскими этими ленточками, это все засланы негодяем Путиным и его притворниками люди. Это телевидение, интернет-телевидение, это пропаганда. Вы посмотрите, какие люди у нас выходят на радио, как этот Исааков Сергей или Сергей Исааков, как они пропагандируют Путина на всю жизнь, пускай Путин правит нами, уроды они жизни, и те, которые выходят на эти демонстрации кукловые, тоже уроды. Спасибо. Ну, ваше мнение понятно, но вот в итоге мы... Скорее они просто не слишком хорошо разбираются в вопросе, слишком доверчивые. Дадим им шанс, все-таки, да. Дело тут не в доверчивости, дело тут, конечно, есть определенная категория людей, которая живет как бы, сидя здесь, живет тамошними и делами, и проблемами, и так бывает. У нас есть еще звонок, слушаем вас, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Да, добрый день, меня зовут Дима, еще раз я вам звоню. Вот такое классическое понятие, как мафия, в классическом итальянском варианте. То есть, когда бандитские кланы покупают руководство, правят им хорошие деньги, и руководство как бы делится с ними, своими полномочиями, и все подобное. Вот в России нынешней существует такое, когда власть делится с бандитскими группировками, которые, безусловно, в России существуют, в достаточно большом количестве. Спасибо за вопрос. У нас такой сплав, он несколько раньше произошел, а сейчас мы видим его последствия. Мы сегодня говорили о правительстве, извините, я был, наверное, не слишком подробен, а вот этот ваш вопрос, он как раз-таки напомнил то, что сейчас в новом составе правительства министр сельского хозяйства это Дмитрий Патрушев, который является сыном бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Вот здесь это элемент как раз-таки мафиозной связки, которая, в общем-то, уже наделена полномочиями власти. То есть, они из подполья перешли во власть, но власть свою они осуществляют теми же способами. А он промышленное образование имеет или что, или чекист тоже? Ну, он не чекист, но он образования не имеет. Это назначение, да, вот именно правильного человека, который будет контролировать. На хозяйстве. Уровень образования описывается прекрасно, кстати, человеком, который будет отвечать за науку. Это Михаил Котюков, он 76-го года рождения, то есть, ему 39 лет, он теперь у нас министр науки, окончил он Красноярский университет по специальности финансы и кредитов, то есть, он бухгалтер. Никогда такого не было и не будет, я надеюсь, больше, когда человек до такого уровня будет задавать темп и тон в науке. Ну, там есть несколько таких министров, которые притчевоязыцах, даже здесь мы прекрасно знаем фамилию Мединского, уникальный по-своему, и кто-то даже сомневался, что он пройдет вот это, как бы на второй круг пойдет, но все в порядке, то есть, все ключевые ребята, они все сохранили свои места, там даже нет сомнений, но у нас есть еще звонок, мы попробуем принять, добрый день, слушаем вас, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте, еще раз, я позвоню, мне зовут Петр, знаете, я просто хочу такой вопрос задать, что когда разговариваешь с людьми, которые побывали в России, и которые сталкиваются с милицией, то милиция, в общем, ну, в данном случае сейчас это полиция, поменял название, но абсолютные беспределы и сплошная коррупция. Какое ваше мнение? Спасибо за вопрос. Виталий. Ну, есть разные у нас подразделения, то есть, кому, в общем, не бывает обычно нареканий, это вот уголовный розыск, там работают настоящие специалисты, что касается такой вот притчевоязыц, это ГИБДД, разумеется, то, что экономические преступления, это просто ужас, это люди, которые вот врываются в бизнес-центры, да, получив, например, один ордер, причем туда можно подписать все, можно написать, что не борьба с терроризмом, а есть сигнал о том, что, ну, надо проверить на возможность экстремизма, да, и под это дело начинается реально, извините за французский, реальный шмон во всем бизнес-центре, и там, где удается арестовать любые носители информации, компьютеры, ноутбуки, это все опечатывается, забираются в отделение полиции, и потом эти уважаемые оперативники, уважаемые в кавычках, сидят и ждут, когда им принесут взятку, потому что они парализуют работу компаний. Собственно, оснований для обыска нет, ни экономических, ни политических, никаких, это реальный бизнес, к сожалению, так. Взятка это еще, наверное, не самое худшее, хуже, когда уже просто отжимают, так сказать, тот же глагол, применю этот знаменитый бизнес. В том числе, да. Забирается он и все, такое тоже случается. Ну, у нас совсем немножко времени, мы попробуем подытожить нашу сегодняшнюю беседу. Возможно, мы вот с Виталием неоднократно, если кто следит за публикациями в обзоре или ходит к нам на сайт на континентовский, то есть видели опросы, которые устраиваются, вот это как раз с Виталием мы совместно и делаем неоднократно, привлекая интересных политологов и, в общем-то, людей, которые достаточно видны своей профессиональной деятельности. Так вот, предваряем, может, какой-нибудь очередной наш опросник, все-таки ваш на такой небольшой прогноз на грядущие шесть лет, потому что мы одного из уважаемых политологов часто цитировали, я хочу напомнить о нем, сейчас вы поймете, о ком, который предвидел и в 2014 году разруху режима, и в 2015, и в 2017, каком угодно, но вот, к сожалению, так этого и не состоялось, может, к счастью для кого-то, так вот, ваше мнение, буквально у вас есть 20 секунд, что будет шесть лет дальше. Не знаю, я бы приготовился к такой, к долгому терпению, да, и к долгому сопротивлению, потому что, как уже собеседники наши заметили, что все равно до тех пор, нету перелома общественном мнении, изменение невозможно. Поэтому жизнь, как подвиг, ежедневная жизнь, понемножку нужно делать для того, чтобы, собственно, примером, убеждать людей в том, что надо жить по-другому, и тогда рано или поздно случаться. Рано или точит камень, ну, будем надеяться. Нужно ждать, жить и ждать. Жить и ждать. Хорошо, спасибо большое, что были с нами, доброй вам ночи, и до следующих встреч. Спасибо.